Привет, зрители! Сейчас будет обзор моего ухода на март. Так, так как ты, я думаю, уже знаешь шампунями, я сейчас не пользуюсь покупными, я делаю шампуни на основе вот этого средства. Это у нас чистотел, мыльная, снова жидкая. Целый килограмм, тут уже, конечно, меньше. То вот я как бы не показываю тот шампунь, который у меня сейчас есть, но он вот на основе этого счастья. Там немножко афирного масла, немножко отвара какой-то травы, растительности, я может зелёного чая уже точно не помню, но и большая часть вот где-то почти 97% как-то так вот этой мыльной основы. Хорошая штука. Это у меня как бы, ну вот, вместо шампуня. Я в феврале, а февраль ещё не закончился, у нас сегодня ещё 26 февраля, умудрилась принять ванну. И что-то так шикануло, что эту ванну принялась с очень большим количеством пены. Я привыкла, что когда я в эту квартиру переехала, то набирала ванну, и пена практически никакая была вообще. Я думала, что что-то не то с водой, но я поняла уже потом, что просто у меня горячая вода, такой тоненькой струечкой текла. Пока мне фильтры не поставили на трубы за определённую денежку, чуть больше, чем нужно. Но не суть важна. Короче, когда у меня появились фильтры на воде, вот не те фильтры, которые фильтруют воду, а те, какие-то другие фильтры. И, в общем, вода горячая пошла нормальной струей. Ванна стала набираться намного быстрее, чем 3 часа в ожидании. И я как-то вот, сейчас скажу, сколько я тут. Ну, в общем, 3 полосочки я уделала на ванну. У меня пены было дофига, я 20 с лишним минут лежала, эта пена нифига не исчезала. И, короче, я всё-таки приняла ванну с пеной. За пену, кстати, спасибо моей подписчице Лёлечке. И, короче, вот я думаю, ну, может, я на этой неделе уже, может, и всё-таки сделаю ванну на этой неделе, а может, уже в марте только буду юзать. Короче, вот эта пена у меня от Avon. Зелёное яблоко, кстати, очень приятный аромат. И мне очень нравится пеновый Avon вот в таких вот флакончиках. У них очень хорошая фена, такая пышная пена. У меня уходит на март. Я уже буду более экономичной. Я уже поняла, что всё нормально теперь с водой. И, как бы, вполне хватает вот одного такого, как раньше. Даже иногда хватает и половинки. Ну, если не супер такую охренеть пену там чуть до потолка, то вполне можно вот и половинку. Вот один флакончик, это один вот этот колпачок, точнее, это вот половинка этого деления. Два колпачка, это вот одно такое деление. А тут я аж три деления, шесть колпачков зафигачила. Так, у меня гель для душа переходит с февраля на март. Драгоценное масло, белый персик и ванильная орхидея. Крем-гель для душа с маслом Акадамии от Avon Senses. Это тоже подарок от подпишечки Лёлечки. Очень хороший гель, приятно пахнет, хорошая консистенция, хорошо мылится, пенку такую нежненькую даёт. Спасибо большое Лёлечке, ну и вот он будет юзаться в марте. У меня новый флакончик я открыла и показывала в предыдущих футых баночках. В февраля поле увлажнения и питания Алоэ Вера 99% гель для лица и тела. Универсальная штука Алоэ, натуральная Алоэ Эссенция Алоэ. Это китайская косметическая компания Поли, покупала на Али 3 такие флакончика за 160 рублей. У меня получилось так, ну короче, очень хорошая штука. Универсальный такой гель Алоэ. Ну, в общем, чего гель Алоэ превозносить от любой гель Алоэ, от Холики Холики, от Ла Ферма, ещё от чего-то, от Секрет Ботаник, всё хороший гель Алоэ. Единственное, что когда он заканчивается, очень неудобно из него выдавливать и дебер на это. Ну, я его уже так приличненько поюзала, ещё пока февраль идёт, и вот он на Март у меня идёт. Я подозреваю, что, возможно, он будет в пустых баночках Марта, и надо будет мне что-то думать ещё заказывать новое. На Аликс или на Азоне где-нибудь. Или вообще, может, на Вайтбрис. Так, я вспомнила ещё, что у меня был в своё время мастхэв от Ифрашей, не знаю, выпускают они или нет ещё, в бело-голубом флакончике, там тоже было в основе из Алоэ. Я его использовала исключительно как мордопротиралку, а не так, как там было заявлено. Ой, упал. Самопальный бальзам для губ и вод для ногтей. Пока он у меня лежал в комнате, он был такой мяконький. И когда он перешёл на окно на кухню, он стал такой твёрденький. Сейчас у меня на губах блеск для губ, но ноготочки я могу помазать. Почему без лака? Почему короткие? Получилось так, что у меня тут пара ногтей. Ну, я неудачно одела ботинок, у меня ноготь зацепился, ботинок пришлось в срочном порядке обстригать. Потом я неудачно что-то резала и попала ножом по ногтю, и у меня в итоге вот, ну, такая вот как бы расслоение немножко ногтя пошло. Потом я совсем неудачно порезала снова, и у меня вот там на этом ногте вот такая немножко зацепка ногтя пошла. И я его даже специально лаком намазала, чтобы оно не цеплялось ни за что. Поэтому только один ноготь я не помажу сейчас этим бальзамчиком воска. Восковой там воск, значит, пчелиный от наших пчёлок, с нашей пасеки из Массиевского. Потом кокосовое масло, эфирные масла какие-то. Ой, я всё-таки помазала его. Ну и дело на это, Лёля. Ой, если тебе, зритель, хочется, то в инфобоксе есть ссылочка. По стопроцентной предоплате я такое счастье тебе свояю. Ну, а вообще эта коробочка из-под бальзама для губ, которую мне дарила как-то Лёлечка. Это из Таиланда, кажется, что-то такое салоя было. А теперь вот тут в этом коробочке теперь самопальный блеск для губ и бальзам на ногте от имени меня. Он у меня идёт на уход марта, и в феврале его тоже юзала. Ну, вообще у меня ещё там несколько сделано про запас этих блесков и бальзамов. По-моему, тут эфирное масло мандарин, нахрен знает. Я где-то, наверное, писала, или, может, даже видео снимала. И вот другой, у меня там ещё пингвинчик с таким же бальзамчиком есть, вот флакончик с пингвинчиком, и ещё несколько бочоночков. В общем, я более-менее регулярно пользовалась этим всем. Сегодня, особенно на выход на улицу, вот как бы, ну, так как сейчас надо маску в некоторых местах всё ещё носить из-за корового вируса, то это цветными помадами, там, бальзамами как-то ни к силу, ни к гору, потому что оно всё на маске остаётся или смазывается. А вот бальзамчиком просто гигиенечкой такой влажней губы. Самое то. В общем, перед выходом сегодня на улицу его юзала. Так, у меня на март переходит кремик от Ифраше, Пёрка Миль. Он два в одном, увлажняющий крем для всех типов кожи, день и ночь. Наносите на кожу лица, избегая глаз, 50 мл. Я про него то забываю, то вспоминаю. Тут у меня дикие бессонницы были и некоторая нервотрёпка, и в итоге у меня под глазами такая очень сухая кожа образовалась, и вот где-то частями на лице, и вот им я спасалась. Сейчас, правда, я как бы стабильно про него забываю иногда перед выходом на улицу. Я стабильно забываю им на ночь помазаться. Ну, иногда вот только, когда понимаю, что кожа супер сухая, что вот тогда да. Он очень экономичный, хороший, легко наносится, быстро впитывается. Всё-таки тут он как-то уменьшается. В общем, у меня переходит на март. Сегодня, если не забуду, то вечером помажусь. Так, у меня кайлаж живан. Он на март переходит, в феврале почти не юзался, потому что я прониклась алоэ вера геликом этим. Когда меня кошка царапала, я увлажняла им руки, и он точно так же быстро заживлял эти ранки, как и кайлаж. А то у меня пошла такая тема, что я кайлаж раз в месяц покупала. Вот тут, ну, где-то половина флакончика сделана. Сейчас звук был, а то у меня монтаж закончился. Обзор одежды, который я перед этим снимала. В общем, очень универсальная, хорошая штука. От ранок, от дефектов кожи помогает. И на всякий случай она у меня на март тоже переходит в уход. Вот эта пенка от подписчицы Света из Москвы для умывания тоже переходит на март. Я её иногда юзаю. Она очень экономичная. Это корейская фирма. Too cool for school. Лондон, Нью-Йорк. Что-то там с яйцами. Из неё там было такое требо. В общем, ещё маска. Пять в одном, и она уже в пустых баночках. Причём там немножко оставалось. Я ей сделала. Вот здесь, как я сказала, у меня сухая кожа была в этих местах. Нанесла её и буквально через пару минут пришлось мывать, потому что она так дико щипать стала. Я вообще не поняла. Там непонятно вообще до какого срок годности. Ну, как бы 12 месяцев после вскрытия, но фиг знает, короче. Вроде 12 месяцев не прошло. И пришлось её смывать. И туда, где она ещё попала, у меня как бы... Я сначала думала, что это не на неё аллергия, а на что-то другое. Ну, как у меня бывает иногда пищевая аллергия. Оказалось, на неё, потому что попала там на руку ещё где-то. И был такой вот дискомфорт на коже. И такое не очень приятное ощущение. А ещё там есть такое как бы масло в маленькой баночке. Я им губы пыталась мазать, но не очень интересное ощущение. А масло бы за тело, что ли. Но вот больше для рук подходит. Но оно у меня пока там стоит в полочке. Жрать не просит. И, конечно, не испортится вдруг внезапно, как это. А вот с пенкой всё нормально. Она у меня на март переходит. И не знаю, может быть в пустых баночках. Может нет. Тут вроде как бы пощупываешь, что где-то чуть меньше половины осталось. Так, у меня крем, который заявлен как бы ночной. Эван Кэ, увлажнение, лавандовая сна. Крем для рук для всех типов кожи. Он тут с месяцем нарисован. Перед сном массажными движениями нанесите крем на кожу рук для полного впитывания. Это мне подарила подписчица Лёлечка. Всё та же самая, что пенку с геликом подарила. Но я им пользуюсь в любое время суток. Мне удобнее. Я не понимаю, крем ночной, дневной. Для лица ещё понятно, а для рук как бы ни то, ни сё. И, в принципе, довольно экономично. Совсем чуть-чуть. Можно выдавить чуть побольше этого, и как бы будет лишнее. Можно выдавить чуть поменьше этого, будет немножко мало. А вот так вот сейчас выдавилось. Очень даже нормально. Иногда бывает, когда я очень мало сплю, при этом физически и морально уставшая, я чувствую некоторые средства, вот прям намажу, допустим, руки, я чувствую внутри, вот в горле их. Вот это где-то последнее, ну, может, месяцев пять такое у меня бывает. А когда я выспалась или более-менее физически нормально ощущаю себя, то у меня такого нет. Например, сейчас вот, хоть я и сплю последнюю неделю по 3-4 часа из-за дикой бессонницы, но ощущения сейчас нормальные. В общем, я иногда так мажу руки, понимаю, что я чувствую этот крем. И ещё этот, и фрашевский бывает, я чувствую ещё какие-то там средства. Причём, ну, разных фирм совершенно. А бывает, и когда вот так бывает, то я пользуюсь, соответственно, вот такой штукой, алоикой. А когда всё нормально, то он очень в тему, он хорошо увлажняет, впитывается быстро. Отличный кремик, спасибо, лёлечке. Вот он на март переходит. Так, у меня эта штука, которая всё никак не закончится, потому что стабильно забываю пользоваться после душа. Ну, как бы не всегда надо, не всегда кожа стянутая. Или кожа стянута только местами, или просто. И я иногда пользуюсь как мордопротиралкой. Потому что, опять кверх ногами держу, да? Потому что он не ароматизирован. Это Эйвен Кэ, масло кокоса, восстановление лосьона для тела, для сухой, очень сухой кожи, 400 мл. Это подарок подписчице тоже Лёлечке. Она мне всё время, и мои друзья тоже разные, дарили лосьоном для тела. И как бы я так много лосьонами не пользуюсь. И он немножко уже слегка просроченный. Но по аромату он никак не изменился. По консистенции тоже. И, в принципе, мне ещё в комментариях кто-то из подписчиков писал, что подобные ситуации были, что про запас что-то купил человек. Срок закончился, а средство осталось нормальным. Я его использую как лосьон для тела. Иногда вот, ну, лицо протираю. Иногда вот иду, и он ближе, чем крем для рук. А мне надо срочно руки помасать. Вот прям сухие-сухие они. И я им мажусь. Хорошая штука. Надеюсь, он когда не закончится. А у меня тоже на март переходит. Но он у меня как бы тут немножко остался где-то. Ну, вот столько, может. Поэтому он стоит вот так, чтобы удобнее было выдавливать. Такс, у меня мыло заявлено от Лёлечки на март. Я его ещё не раскрывала. Зовут Братьев Крестовниковых. 1855 год. Основание медовое. Питательное мыло с липовым цветом очищает, успокаивает чувствительную кожу. Тут он какие-то даже вкрапления. Может, это вот та самая липа. Тут 150 грамм. Это тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Я очень надеюсь, что это мыло не будет размокать или рассыхаться, как вот предыдущее от весны, потому что оно очень удобно пользоваться. И у меня там ещё есть, по-моему, мыло тоже от Лёлечки, от Братьев Крестовниковых. Может быть, даже два детских из набора. И одно мыло я всё хочу потереть на тёрке, записать как АСМР, а потом залить водой. Ну, в общем, попробовать рецепт, который я в сети нашла ещё месяца два или три назад. Шампунь из детского мыла. Там вода, значит, и детское мыло на тёрке тёртое. Тоже примерно такого же размера большого. В общем, вот это у нас будет на уход в виде мыла на март. У него срок годности до конца марта. Но Гринмам обычно даёт свои средства срок годности с запасом. Есть какие-то средства от Гринмамы, которые у меня на пару лет были просрочены, причём я как-то даже не смотрела на дату жизни их. Они были все в нормальном состоянии. Вот как бы юзала, юзала, потом ау, оно ж просроченное. А бывали ли какие-то средства, которые ещё до срока годности оставалось приличного времени, а оно уже раз и откинулось? Это крем Данок 24 часа уход. Мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите. Тут изначально было 200 мл, очень большой флакончик. Я тогда его покупала за 400 с чем-то рублей. Ну, сейчас примерно где-то так и стоит, может, 460. В принципе, довольно оправданная цена. Ну, бывает иногда по скидке. Но когда бывает по скидке, у меня вот уже стоит оно года два. Оно марта 2020 года изготовления. И как бы это, ну, когда я забываю, когда нет. Но оно очень экономичное, буквально вот три нажатия на колпачок. Ну, в смысле, вот на эту штучку. Колпачка нет, у колпачок ещё тишка куда-то заиграл. Я так и не нашла. Хоть и убиралась везде, как бы. Может, он как-то так его заиграл, что я уже всё время смела его и выкинула. Тут очень мало осталось. И, возможно, оно будет в пустых баночках марта. Я им периодически в последнее время пользуюсь. Ну, иногда забываю. Иногда вместо него пользуюсь вот этой штуковиной. Вот этим лосьончиком. Иногда мне как-то ближе он стоял. И я без очков была. Ах, хапнула. Потом вспомнила мне, что это не крем для рук. Это крем для ног. Ну, в общем, даже как крем для рук он хороший. Хороший очень крем. Экономичный. У меня вот эта штучка всё ещё живая. Это подарок от подписчицы Светы. И она переходит на умывалка на март. Лунатура. Это у нас японская фирма. Сделана в Японии. Энзимная пена. Порошок для умывания. Пенная маска. О, тут написано. Срок годности в закрытой упаковке. Это марта 22-го года. В общем, я не знаю. Первый раз такой штукой пользуюсь. Март закончится, когда там что-нибудь останется. Можно ей пользоваться или нет. И что с ней делать? Она там останется. Потому что там сколько-то ещё есть. О, слушай, я увидела, зритель. Там вот ещё вот столько. Причём она очень экономичная. Я иногда её пользуюсь два раза в день. Иногда, хотел сказать, два раза в месяц. Иногда пользуюсь два раза в день. Иногда через день. Иногда вот там раз в неделю. Когда как. Иногда вот мне нравятся её ощущения. Понимаешь, руки какие-то, ну, такие, что их надо скрабиком каким-то помыть. Я на руки нацепляю. Чуть смачиваю водой. И вот скрабирую. Вот так руки. Очень нежный такой скраб получается. И на руки, короче, экономичная, долгоиграющая пенка. Люди, кто такой пользовался? Дайте знать, каменты. Можно её юзать после того, как срок годности выжил? Потому что, ну, я не смогу, наверное, её даже если каждый день по два раза в день буду пользоваться, вот столько осилить за месяц. Очень хорошая штука. Благодаря Свете узнала о существовании вообще такой фирмы и такой вот пенки. Я его хотела обозреть отдельно, но что-то так у меня не сложилось. Ну, обозреваю сейчас. Это зубная китайская паста. Я корейские всё покупала, тут китайская. Я не помню, в чём я её покупала. Я, возможно, вкидывала в Инстаграм, возможно, в свой блог в телеге, эту фотку и цену на неё. Довольно экономичная. Открывается, в отличие от корейских. Ну, обычно они откручиваются вот так вот. Она была зафольгирована изначально. И, в общем, вот. Откручивается, можно будет ещё достать. Приятная мятная зубная паста. Единственное, что, допустим, корейской хватает, если утром почистил зубы, к вечеру ещё свежесть такая ощущается. А эту, если почистил зубы, то может часов шесть уже ощущаться, что хочется ещё почистить. Особенно, если встал в 12 и вот умылся, соответственно, в 12, а в 6 часов вечера уже чего-то не хватает. Ну, как бы я вот столько её израсходовала. Потом, видимо, раз на раз не приходится. Если побольше на щётку нанести, ну, как бы, маленький кусочек вот с ноготь, нормально так почистить зубы. Там даже в инструкции написано, что с горошинку только одну на зубную щётку. Чуть больше нанести, тогда к 6 вечера ещё нормальное ощущение. Не знаю, с чем. Можно, действительно, вот так вот всё. Но хорошая штука такая. Я не помню, сколько тут грамм. Ну, больше 100. У меня коробочка просто лежит на старе вставать, за ней неохота. Ну, опять же, интересно просто в Инстаграм заглянить или в блогах, в Телеграм. В общем, вот она у меня на март заявлена. Она где-то практически с начала, наверное. Ну, с первых чисел, может быть, февраля, потому что я заказала. И думаю, что мне там этот уптан? Чё я тут мучаюсь этим уптаном? На щётку наматываю его и сплёвываю по потому, и всё это вот, мелкий этот порошок по всей раковине шарахаться. Думаю, я не настолько бедная, чтобы не заказать себе нормальную пасту. Плюс я давно хотела попробовать китайскую пасту, очень хорошую. А вон тут вот зуб нарисован. А здесь он не нарисован. Тут мята и бамбук, по-моему. Чё-то вот там вроде. Так, и чё у меня последнее тут на уход, походу? Да, у меня там дезик самопальный, я его обычно не обозреваю, но когда вспомню. Тониками я сейчас не пользуюсь, по большей части у меня вместо тоников алоэ вот этот гель. Но иногда я делаю какой-нибудь чай, отливаю немножко заварочки и ватным диском протираю фейс. Так у меня отдельного тоника сейчас нет. И Грин Мама формула тайги, сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень одуванчика. Нерматизировано практически новый полноценный флакончик. Недавно совершенно его открыла. Или ещё не открыла даже. Слушай, ещё не открыла даже, зритель. Обалдеть, я его ещё не открыла. У меня тот закончился, был в пустых баночках. И я как бы подумала, о чём мне в принципе. Но как бы пришёл от Грин Мамы бонус такой внезапный с оплатой, я тогда АСМР делала ещё на этот Грин Мамовский заказ. Если интересно, глянь АСМР, если ты не любишь АСМР, просто звук прибавь и всё услышишь и увидишь. И я заказала себе эти сливки. Мне они очень нравятся, я с ними знакома с 2011 года. Они хорошо смывают. Мой макияж, а мой макияж – это только вот губы. Кстати, да, вот этот билет для губ с Алика. Тут уже всё на нём стёрло, все обосновательные знаки. Маленький такой вот беленький. Лепесточек только остался. И номер 04. И вот как у этих самых. Вот он, крышечка снимается. Также у меня было с другим блеском. По-моему, тот ещё жив. Но надо в косметичке искать. В общем, сейчас вот он у меня на губах. И вот эта штука смывает. Вот эту штуку, скажем так. Очень хорошие экономичные сливочки. Срок годности 2 года у них. 150 миллилитров. Ну, можно купить на Гринмаме. Можно купить на Озон, в Ривгоше. По-моему, в Литуале. И в этом самом. На Вайберс. Может, ещё где-то можно купить. А ещё в этой, в Подружке, знаешь, что можно купить. Хорошие сливки. Ну, как бы суперстойкий макияж. Они с первого раза не смывают. Но всё-таки. В общем, вот такой у меня обзор ухода на этот самый следующий месяц, март. Я вроде ничего не забыла. Если что-то забыла, ну, тогда, зритель, извини. Просто дай знать в камень. Чтоб я в следующий раз это учила в своём обзоре, допустим, на этот самый, на апрель. Всем спасибо за просмотр. И пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. Ча-ла-ла-ла. Субтитры сделал DimaTorzok